Многих россиян уже давно волнует вопрос пользы и вреда мусорожигательных заводов, а также что делать с большим количеством отходов. Произошедший недавний инцидент в Волоколамске Московской области всколыхнул общественность и дал повод еще раз задуматься об этой проблеме. На мусорном поликоне Ядрово-Волоколамске сейчас объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вот то, когда горит полигон, и почему-то об этом никто никогда не задумывается, это тот же самый процесс, как происходит горение в печи. Но там нет никакого дожигания и нет никаких фильтров. И вот когда полигон горит, это все выбрасывается в атмосферу в таком необработанном бесконтрольном виде. И это гораздо большая опасность, чем если бы работал мусорожигающий завод. Жители Волоколамска уже с прошлого года пытаются доказать, что неправильное обслуживание местного мусорного полигона отравляет воздух и воду. 3 марта они провели в городе массовый митинг, который в итоге и заставил власти перейти к экстренным мерам. В городе практически невозможно дышать, запах помойки распространяется повсюду, комментируют жители. Похожая ситуация была и на Самосыровской свалке, что недалеко от поселка Константиновка. В 2008-2011 году горела Самосыровская свалка. Ведь город задыхался. Но это не дошло до того еще, что происходит сейчас в Волоколанске. Там идет выбор свалочных газов. Что такое свалочный газ? Это сероводород и меркаптанты. Это по сути боевое отравляющее вещество. Своевременно закрыли Самосыровскую свалку и сейчас там до конца проводят работы по рекультивации свалки. Вопрос о строительстве мусорожигательного завода в Казани и ближайших районах тоже очень остро волнует жителей. Предполагается, что его построят в Зеленодольском районе в поселке Осинова. Общественные слушания о строительстве завода пройдут в июне. Сначала его планировали построить в Елабуге, но жители выступили против этого. Сейчас таким решением недовольные жители Осинова. Они составляют петицию. Считают, что это крайне неблагоприятно. Скажется на состояние окружающей среды и нанесет непоправимый ущерб здоровью настоящего и будущих поколений. Всему миру работает полторы тысячи мусорожигательных заводов. Причем опыт этой работы настолько хорош, что наиболее такие интересные заводы стоят в центрах городов. Можем ради примера брать Вену, Лондон, Берлин, Токио. В мае президент Атарстана Рустам Миниханов заявил, что мусорожигательный завод не будет ничего загрязнять. Наоборот, современный завод строится для того, чтобы утилизировать все отходы и не нанести никакого вреда, считают эксперты. Сами по себе мусорожигающие заводы, если они грамотно построены, если они правильно эксплуатируются, не представляют опасности для окружающей среды. Для того, чтобы рассуждать о теме пользы и вреда, необходимо понять проблему образования отходов и систему обращения с ними. Для того, чтобы образующиеся отходы не наносили вред окружающей среде, должна быть реализована целая система обращений с отходами. Мы должны меньше брать ресурсов из окружающей среды и должны меньше взамен полезных веществ окружающей среду выбрасывать этих отходов. Также необходимо заниматься сортировкой мусора, чтобы некоторые отходы можно было переработать. В поток отходов входит огромное количество полезных веществ. То есть они по химическому составу, такие же в точности, как исходные продукты. Поэтому их можно вторично использовать. Это бумага, стекло, текстиль, пластик, металлы и так далее. Органическая фракция, размещаясь на полигонах, гниет, горит, а ее ведь можно излечь. После того, как все полезно и изъято, нужно выбрать следующий путь решения. Либо мы можем это отправить на полигон, увеличивая площади полигонов. Либо мы можем отправить это на мусоросжигающий завод, в котором мы утилизируем эти отходы с получением энергии. Если у нас будет грамотно выстроена вся цепочка, тогда мы можем добиться минимального влияния на окружающую среду отходов, которые образуются. В Осиново планируется построить завод, который по уровню экологической безопасности будет относиться к объектам последнего поколения. За основу будут взяты технологии завода японской швейцарской компании «Хитач Зоусен Инова» проектной мощностью 550 тысяч тонн в год с выработкой 55 мегаватт электроэнергии. На этом заводе собираются утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов, вырабатываемых жителями Казани. Город Казани относится к достаточно крупным городам, это почти полтора миллиона населения, и вырабатывается в день 2500 тонн мусора, а в год порядка 650 тысяч тонн. Строительство мусоросжигательного завода планируется начать в октябре 2018 года. Ожидается, что завод должен быть сдан в декабре 2022 году.